Да и сейчас она, наверное, есть. Просто очень взрослая. По моим расчетам, ей сейчас должен быть 21 год. Сьюзен, 21 год. Мне кажется, я сейчас держу вашу дочь. Что? Это можно очень легко узнать, например, по ее глазам. Они у нее были карие, но она мне все свое детство твердила, все свои 10 лет, пока нас не разлучила эта трагедия в Чернобыле. Что она хочет, когда она вырастет, чтобы у нее были линзы голубого цвета. Но, к сожалению, сейчас она без сознания, и мы не можем посмотреть на ее глаза. Я поеду с вами в больницу. Спасибо большое. А вот и моя добыча. Ну-ка. Девчонка. Трагедия какая-то. Но, думаю, я и сделаю им жизнь легче. А то еще и за ребенком ухаживать. Пойдем, крошка, пойдем. А это не ваша коляска там стоит? А? Где наша дочь? Где она? Почему вы мне так это поздно сказали? Простите, я думала, это не ваша коляска. Просто там девушка стояла около коляски, на меня посмотрела. Вот. Взяла ребенка и побежала вон в ту сторону. Что мне с тобой делать, красавица? И даже, возможно, моя дочка. Хочу в Чернобыль. Хочу на родину. Девушка, что вы делаете? Почему вы стоите около меня? Я же даже в твоих глазах вижу. Сьюстон! Сьюстон! Что вы делаете? Откуда вы знаете мое имя? Где Никита? Где наша дочь? Он сейчас за ней побежал. А это, я, похоже, твоя мама. Ты из Чернобыля, да? Я это только что услышала. Я Вера, я твоя мама. Как докажешь? Тебе на вид? Лет 14. Мне 21. Как докажу? Вот, дочка. Это Чернобыльская атомная электростанция. Мой бантик. Присмотрись. Ничего не напоминает мой бантик? Нет? Тогда скажи. Хорошо, тогда вот. Изок заплетается. Тогда мне скажи. Номер моей школы скажи. 165. Школа номер 165. Мама. Мама. Дочка, если ты хочешь, я докажу это. Я сдам тест. Тест на длинка, на кровь. Я тебе люблю, дочка. Мама. А где Вася? Он же пошел спасать твою дочь. Мою внучку. Это такое счастье встретить тебя. А давай мы поедем в Чернобыль. Там же радиация. Там экскурсии проводят. На час можно, не знаю, туда приехать. Там дают специальный аппарат, и там измеряется радиация. И мы можем ходить, даже можем в свой дом зайти. И в школу, и куда хочешь. Главное, ничего оттуда не брать, а то заберут. Ведь это все-таки Чернобыль, радиация. А я бы туда хотела поехать для того, чтобы взять оттуда память. Память в себе в сердце, себе в голову. Милая, я не смогу ее найти. Прости меня. Я не виноват. Вася! 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 Вызывай, пожалуйста, скорую. Вася! Конечно! Васенька! Вася! 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 Не надо было никуда бежать. Мы бы могли вызвать полицию. Вызвала, уже выезжают. И полицию, пожалуйста. Да, конечно. Но если нужно найти твою дочь, то это нужно либо доплатить немного, либо же подождать три дня. Но ребенок грудной, поэтому звоним с по ним. Вася! 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 Коляска! Когда они уже придут? Когда? Скажи мне, когда? Дочурка, я не знаю сама. Но я только знаю, что все будет хорошо. Ты так думаешь, врачи уже сколько возятся, сколько бегают по всей больнице, все кричат? Как мне, мне хочется ничего говорить. Может быть, позвать? Я, ну, может быть, она разбирается. Как об этом сказать? Я же тебе говорю. Да, от того, что хожу, не легче. Это вы, Сьюзан и Вера. Сьюзан и Вера Пономаренко. Янка, пойдем. Мы. А? Что такое? Еще и врач в обморку пал. Яна. Яна. Что с ней? Мы не знаем. Она к нам подошла. Спросила. Да, это мы, Сьюзан и Вера Пономаренко. И вот. Да, понимаю ее реакцию. Янка, пойдем, пойдем. Пойдем, Янка, пойдем. Что это было, как ты думаешь? Сама не знаю. Они, наверное, тоже в шоке, как и мы, от происходящего. Извините, просто она немного переволновалась. Я ей сказала, чтоб она вам сказала. Ну вот, она подошла и почему-то не выдержала. И упала в обморок. Но ничего, она сейчас уже приходит в себя. Просто есть такая магия сказать слово. Цена на бензин? Но я не сразу все прям, не знаю. Василия. Василия Орленко больше нет. И знаете, я хочу вам сказать, что вы, скорее всего, из Украины. Потому что у вас фамилии окончаются на куле. Я не хочу вас ничем обидеть, но это значит, что мы из Чернобыля. Тогда понятно. Повторите, что вы сказали. Простите, я вас не хотела обидеть, но просто у вас фамилии. Я про Васю. Его больше нет. У него очень сильные ранения. И видно, что ножом. Он потерял очень много крови. Простите. Мы сами не можем говорить. Сьюзен, уже второй раз в обморок падаешь. Сьюзен, врача, врача, срочно! О, что такое? Это вы у меня спрашиваете. Да? Ну ладно. Мы ее заберем и обследуем. Давай, пойдем. Я за каталкой. Что, она так на полу будет лежать? Я не поняла. Нет и нет. Она не будет лежать на полу. Мы ее берем. Продолжение следует...